Заложенный Канышем Садпаевым фундамент казахстанской науки значительно укрепился во второй половине 20 века. Перед республикой, как и перед всей страной, стояли неотложные задачи по росту промышленного производства, развитию сельского хозяйства, улучшению благосостояния народа. Большая роль в этом отводилась фундаментальной науке, достижение которой необходимо было внедрять в практику и ставить на службу обществу. В направлении новые появились Косплан, система планирования, она была вот именно после военных годов очень сильно развивалась. И во главе планирования стояли ученые. Академия наук планировала, как развить металлургию в Советском Союзе, как развить машиностроение, как развить транспорт, как развить строительство и так далее. И в те времена действительно наука была фундаментальна, она... Разве бы мы стали такой страной индустриальной и вся таблица Менделеева добывали бы, если бы Сатпаев со своими коллегами, со всеми идеологами не сделал эти прогнозные металлогенические карты центрального Казахстана. Знали, где искать, где бурить и что тут может найти. И наша казахстанская металлогеническая карта центрального Казахстана получила Ленинскую премию. После кончины Каныша Сатпаева президентом Академии наук избирается его соратник и ученик автора плана Гойл-Ро Глеба Кржижановского, ученый-энергетик Шафик Чокин. Еще в 1944 году он организовал первое в республике профильное научное учреждение Казахской НИИ энергетики в Алматы. Именно здесь были разработаны проекты строительства канала Иртыш-Караганда и Копчегайской ГЭС. Чокин заложил основы развития энергетической базы и топливно-энергетических комплексов республики. Его труды актуальны и по сей день. В 1996 году академик был достоин звания Халык Кахармане. В 60-е годы в составе Академии наук насчитывается уже 24 научных учреждения, в которых трудятся порядка 8 тысяч человек. Академия наук Казахской ССР входит в тройку крупнейших научных центров Советского Союза. Мы занимали третье место в Союзе. Иногда с Белоруссией его делили Россия, Украина и мы Казахстан. У нас проводились большие мероприятия и при Сапаеве, и после Сапаеве. Последняя статья Каныши Монтайча о перспективах развития Академии, она предусматривала на ближайшие 10 лет организацию новых институтов. Промышленно-гражданское строительство и развитие сельского хозяйства немыслимы без водоснабжения. Так как большая часть территории Казахстана относится к зонам с низким количеством атмосферных осадков, необходимо было искать подземные источники влаги. Эти вопросы должен был решить открытый в 1965 году Институт гидрогеологии и гидрофизики. Его возглавил академик Уфа Ахмед Сафин, ученый с мировым именем, который установил закономерности формирования и размещения подземных вод в засушливых районах. Составленные им прогнозные карты подземных водных ресурсов помогли поднять целину в Казахстане, засеять миллионы гектаров дикой земли, обеспечить водой более 4000 населенных пунктов, обводнить миллионы гектаров пастбищ по всей республике. В 1969 году за эти заслуги ученому было присвоено звание Героя социалистического труда. Карты подземных морей, составленные Ахмед Сафином, востребованы до сих пор. Освоение целины в Казахстане связано и с именем другого академика, Героя социалистического труда, генетика-селекционера Валентина Кузьмина. Он первым вывел местные сорта зерновых, масличных культур и картофеля, которые в условиях сурового климата севера Казахстана и Сибири показывали высокую выносливость и урожайность. Ученый вывел более 10 новых сортов пшеницы. Основные направления деятельности Академии наук часто определялись потребностями народного хозяйства. С учетом природных особенностей казахской земли получила развитие геологическая наука, горное дело, наука по горным делам, по металлургии, особенно по цветной металлургии, по редкоземельным элементам. В Подольском-Наурском был создан завод, иртышский химико-металлургийский завод назывался, но он относился к среднему машиностроению. Это закрытый был завод. Там получали редкоземельные элементы. Вот, например, я скажу, большой цех пятиэтажный работал. План был у него получить 800 граммов окиси Европе. За целым местом по тысяче человек работал в этом здании круглые сутки. Ну, это на вес золота каждый грамм – это для космоса. В 1965 году исполняется 100 лет со дня смерти Шокана Валиханова. Готовится к изданию собрания его сочинений в пяти томах. В Академии наук проходит научная сессия и закладывается памятник Валиханову. Правительство учреждает премию имени первого казахского ученого. В числе ее первых лауреатов – академики и писатель Сабит Муканов и основоположник Казахстанской школы археологии и этнографии Алькей Маргулан, который открыл и описал цивилизацию эпохи поздней бронзы в Центральном Казахстане – бегозы-дандыбаевскую культуру. Несмотря на скепсис многих своих коллег, Маргулан научно доказал, что на территории республики в древности было немало городов. Сейчас его имя носит Институт археологии, созданный в 1991 году на базе отдела археологии. В этом научном учреждении работал и знаменитый казахстанский археолог Кемаль Акишев, открывший в 1970 году Исыкское захоронение «Золотого человека», ставшего впоследствии символом независимого Казахстана. Ученик Акишева, известный исследователь средневековой городской культуры Семеречия и Южного Казахстана, академик Карл Байпаков стал первым директором Института археологии и возглавлял его почти 20 лет. Свою научную деятельность он также начинал в середине 60-х, когда научно-технический прогресс способствовал развитию новых направлений в деятельности Академии наук. В 1969-м из Института химических наук выделился Институт оркотализа имени Сокольского впоследствии. И из тех же геологов, но это еще при Сапаеве, металлургия обогащения, горного дела, кадры, которые подобрал Каныши Монтайча, это в тот период, они каждый был лидер и возглавлял свое направление. И в науке быстро направления не меняются, как вы знаете. И по тем институтам, которые носят сейчас имена этих ученых, мы можем с вами проследить. Биктуров, химик, Институт химических наук имени Биктурова. Допустим, горное дело попозже имени Димаша Ахмедовича Кунаева. Айтхожинский институт молекулярной биологии имени Айтхожина. Сам геологический институт имени Сапаева, это с 1964 года, сразу после его кончины. Там, в Караганде, Букетова. В 1965 году, благодаря усилиям выдающегося казахского математика, исследователя в области теории дифференциальных уравнений, академика Орымбека Жаутыкова создается Институт математики и механики. Также по инициативе ученого в 1972 году в Алматы открывается одна из первых отечественных школ для одаренных детей, знаменитая РФМШ, Республиканская физико-математическая школа, которая сейчас носит его имя. В 1967 году в Институте ядерной физики вступает в строй атомный реактор, что позволяет значительно расширить фундаментальные и прикладные исследования в области ядерной физики и физики ускорителей. Эта отрасль науки занимала особое место, ведь в Казахстане долгое время велись испытания ядерного оружия. История Ияв и созданного позже Института физики высоких энергий неразрывно связана с именем Жабагы Такибаева, который он возглавлял. После закрытия Симбалатинского полигона в 1991 году на его базе в Курчатове создается Национальный ядерный центр, научным руководителем которого назначается академик Такибаев. В этой должности он принимает самое непосредственное участие в международных программах по ликвидации инфраструктуры и последствии испытаний ядерного оружия и реабилитации земель бывшего полигона. С середины 60-х годов Академия становится координирующим центром исследований в области естественных и общественных наук. В эти годы ее возглавляет ученик Сатпаева Шахмардан Есенов. В истории Академии наук это был самый молодой ее руководитель. На момент избрания президентом ему исполнилось 40 лет. Это любимый ученик Каныша Монтайча. Он его присмотрел в политехе, он его отправил в Жасказган, он прошел там школу практики. Каныш Монтайч считал, что геолог не может быть геологом, если он не побывал в поле. К тому времени Есенов уже 4 года проработал министром геологии республики. Он был известен в Советском Союзе не только как первооткрыватель месторождения нефти, газа и горных руд, но и как человек, отстоявший Монгышлак. После обнаружения на полуострове огромных запасов нефти, союзный лидер Никита Хрущев намеревался передать его Азербайджану или Туркмине, решив, что у Казахстана нет опыта нефтяных разработок. Однако на закрытом заседании в Москве в 1962 году 35-летнему казахстанскому министру геологии удалось убедить руководство СССР в том, что республика обладает необходимым потенциалом, и полуостров Монгышлак остается в составе Казахской ССР. А через несколько лет новые крупные месторождения нефти были обнаружены в Гуревской, ныне Атураусской и Западно-Казахстанской областях. Став президентом Академии наук, Шахмардан Есенов прежде всего концентрируется на обновлении научных кадров, привлечении в науку молодежи и создании условий для молодых ученых. При нем была первая конференция молодых ученых в всей республике, и вот как раз я отвечала за биологию, и видели бы, как люди вдохновились, что все-таки в науку повели. Был огромный доклад, выступали молодые ученые, после этого он издал приказ, что во всех учреждениях нужно организовывать новые лаборатории для молодых и перспективных ученых. При Академии наук впервые создается Совет молодых ученых. Многие будущие академики начинали свой путь в науку именно в эти годы. Это было время шестидесятников. Тогда наука, как и все остальные сферы жизни советского общества, переживала небывалый подъем. Появлялось много смелых, новаторских идей и новых имен, ставших хорошо известными не только в научных кругах. Это такие академики, как основатель научной школы механиков Умербек Джолдазбеков, первый казахстанский академик-юрист Салык Зиманов, ученый-химик Надир Надиров, которого часто называют отцом нефтяной науки Казахстана, врач-хирург Камал Урмантаев, основоположник казахстанской школы диалектической логики философ Жабайхан Абдильдин, а также будущие президенты Академии наук, ученый-металлург Аскар Кунаев, математик, исследователь космоса Умерзак Султангазин, экономист Кинжагали Сагадиев, химик Мурат Журинов и многие другие ученые, чьи работы на долгие годы определили развитие науки и экономики Казахстана. В 70-е и 80-е годы появляется много новых научных направлений. Особое значение приобретают биология, иммунология и медицина. В Институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней ведутся фундаментальные исследования в области иммунологии под руководством академика Николая Беклемишева. Ученый с мировым именем по праву считается основателем не только казахстанской, но и советской школы аллергологии, организатором аллергологической службы в республике. Помимо многих других трудов, Беклемишев со своими коллегами Ермековой, Машкевичем и Жуковой был автором единственной в СССР монографии «Полинозы», которая впервые вышла в 1974 году в Алматы и была позже переиздана в Москве. Сферой его научных интересов также являлись бруцеллез и аллергия к микробам. Помимо инфекционной аллергии, в области которой он опубликовал достаточно большое количество основополагающих трудов, еще и, конечно, это неинфекционная аллергия, полинозы в частности. Особым направлением было разработано группой ученых во главе с ним, так называемая специфическая иммунотерапия, то есть лечение аллергических заболеваний, и приоритетным направлением было использование аэрозольного метода. Это такой метод, когда аллергены, то есть это введение минимальной дозировки этих причинных аллергенов, шок органов, как правило, являются дыхательные пути, и это направление было очень эффективным. Еще одним перспективным направлением становится нутрициология, наука о питании, основателем которой в нашей стране является академик Турегильды Шарманов. В 1973 году, будучи министром здравоохранения Казахской ССР, он инициирует открытие казахского филиала Института питания Академии медицинских наук СССР, ныне Казахской Академии питания, и становится ее бессменным руководителем. Свои исследования он начал еще в конце 60-х, будучи ректором Актюбинского мединститута. Он стал внедрять изучение особенностей действия лекарственных веществ при различном характере питания. Это было совершенно новое направление. Нигде такого направления не было, только в Японии были единичные такие работы. Но Турегильды Шарманович внедрил вот эти исследования. Академик Покровский, когда мы к нему приехали в Москву, он был директором Института питания в Москве, сказали ему, что мы хотим развить вот такое направление. Вы знаете, он соскочил с места, он так обрадовался и говорит, я давно мечтаю о том, чтобы развивать такое направление. Это направление у нас развивается благодаря Турегильде Шармановичу, и Институт питания этим занимается. Также совершенно новым научным направлением для Казахстана стала молекулярная биология. Ее основателем является академик Мурат Айтхожин, который уже в 37 лет становится лауреатом Ленинской премии за открытие с группой ученых под руководством академика Александра Спирина нового класса внутриклеточных частиц «Информа СОМ». Впервые в истории биологии группа молодых ученых, ученик Айтхожина, Спирина, в том числе нашей Тхожин-Казах, получили Ленинскую премию за вклад в развитие, становление, развитие молекулярной биологии. И после этого уже через некоторое время наше правительство казахстанское тоже принимает очередные свои постановления. Я вот как раз участвовала в разработке. Тоже деньги выделяются, капитально строительство, и в том числе открытие нового института молекулярной биологии и биохимии. Произошло это в 83-м году. Институт стал заниматься изучением биосинтеза белка и молекулярных механизмов его регуляции в растениях, биохимии и зерновых культур, исследованиями генома растений. То, что впервые начались хорошие мирового уровня работы на растениях, это институт молекулярной биологии нашей. У нас была лаборатория клеточной инженерии. Они впервые занимались растительной клеткой. И первые, когда космонавты полетели, то посылали в космос именно вот эти клетки, клеточные линии, полученные в нашем институте. Для фундаментальной науки важно, чтобы была хорошая теория. Теория создана, и на основе этой теории там уже начинается практическая часть. Потому что от молекулярной биологии потом пошли вот сейчас прикладные, то, что мы все говорим, генная инженерия, там молекулярная биорусология и так далее. Созданная научная база дала старт развитию биотехнологии в Казахстане. В то время Академию уже 9 лет возглавлял Аскар Кунаев. Техническое оснащение институтов стало улучшаться. Появилось новейшее оборудование ведущих мировых производителей. Развивались международные связи и обмен опытом. Тоже большие конференции он проводил. Вот это в связи с открытием института молекулярной биологии Овчинников, выдающийся, тоже лауреат Ленинской премии. Он привез всех председателей биохимических обществ Европы сюда к нам. Мурат Айтхожин первый раз на английском языке делал доклад. На тот памятный алматинский симпозиум 1984 года «Перспективы биорганической химии и молекулярной биологии» приехали и многие мировые светила, в том числе лауреаты Нобелевской премии Лайнус Полинг и Дороти Ходжкин. А за год до этого события в Алматы прошла ещё одна важная международная конференция в Институте ядерной физики, посвящённая применению эффекта Мёсбауэра, на которой присутствовал сам первооткрыватель, нобелевский лауреат Рудольф Мёсбауэр. Этомографы построены на эффекте Мёсбауэра. И наши ядерщики, ребята, этому эффекту нашли ещё другое новое применение. И когда Мёсбауэр услышал и увидел эти наши работы, он был в шоке, что в каком-то Казахстане, они ещё не представляли, где это, и вдруг его эффект получил ещё более широкое применение. Таких конференций у нас было много, проводили во времена Оскар Милле Ахмедовича. Начали с Менделеевского съезда. Это же весь мир собирался. С апреля 1986 года и до своей скоропостижной кончины уже через год Академию НОК Казахской ССР возглавлял Мурат Айтхожин. В жизни советского общества в этот период уже появились кризисные явления, ставшие началом конца некогда могучего Советского Союза. Лозунги того времени «Перестройка, гласность и ускорение» в итоге привели к развалу СССР в 1991 году. Были разорваны прежние экономические связи, останавливались производства. Кризис охватил все сферы жизни общества, люди перестали получать зарплату. Все бывшие советские республики перешли в режим выживания. В эти непростые годы Академию возглавляли Умирзак Султангазин и Кинжигали Сагадеев. В некоторых деловых кругах даже пошли разговоры о ненужности фундаментальной науки. Она стала финансироваться по остаточному принципу. Тем не менее, правительство пыталось сохранить научный потенциал страны. О чем говорит тот факт, что одним из первых законов суверенного Казахстана, подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым, стал закон о науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан, принятый в январе 1992 года. Академия наук как госорган финансировала все институты, определяла им направления, принимала у них отчет, выборность, продвижение кадров и так далее. Все это решала Академия наук. Причем 45 институтов Академии наук были разделены на 6 отделений. И в каждом отделении сидел буквально 3 человека. Академий секретарь, два его зама, ну и секретарь. Они управляли десятками вот этих институтов, каждое отделение. Очень легко, потому что им это позволяло профессиональный уровень ученого Академий секретаря. Необходимо было перестраивать науку в соответствии с нуждами независимого государства. Не растерять научные кадры, искать новые подходы. Все эти вопросы вызывали ожесточенную полемику в научной среде, в правительстве и обществе. В 93-м году указом президента Академия наук Республики Казахстан преобразовывается в Национальную Академию наук Республики Казахстан. Создаются национальные научные центры, в состав которых входят и некоторые академические институты. Но через три года реформы продолжились. В 96-м году указом президента Национальная Академия наук, Казахская Академия сельскохозяйственных наук и Министерство науки и новых технологий объединяются в новый орган – Министерство науки, Академия наук Республики Казахстан. Вот тогда уже президент назначал президента Академии наук, президент страны. Так был назначен президент-школьник, министр тире, президент. Потом Нагима Айтхожина, Сиркпек, Долкеев. Они все были назначены. Потом, когда в 2003 году мы стали общественной организацией, уже президент не имел права назначать. Надо было снова вернуться в выборность. И вот на альтернативной основе нас было трое. Я – академик Наукиев, академик Яргожин. Я был избран, набрав 75% голосов. С тех пор академик Мурад Журинов является бессменным президентом Национальной Академии наук Республики. Спасибо Нурсултану Абичу, он поддержал, когда мы стали общественной организацией в 2003 году. Я к нему зашел и поставил три вопроса всего. Первое – чтобы Академия наук осталась в этом здании. Вы заметили, наверное, у входа там сверху написано «Академия наук Казахской СССР». Его даже в одно время были некоторые «новаторы» в нашей кавычках, хотели снять, но они не имели права, потому что это здание является, стоит в списке ЮНЕСКО, как историческая ценность памятника. Даже гвоздь нельзя здесь менять. Второй вопрос – я сказал, что у нас журналы идут 73 стран мира, идут с 1946 года, они должны продолжать финансироваться, выпускаться. Иначе это будет бить, повторить эту не только науке Казахстана, но и самого Казахстана. Третий вопрос – я сказал, что Академия не может за счет взносов шить. Академия нужна финансирование. В 2010 году создается республиканское государственное предприятие «Глэм Ордасе», которое объединило Дом ученых и Центральную научную библиотеку. Институты, находящиеся в историческом здании Академии наук, перешли в ведение Комитета науки Министерства образования и науки. А само творение Зодчего Щусева, являясь памятником архитектуры, получило защиту государства. В здании сейчас находится Республиканское общество объединения Академии, Национальной Академии наук Казахстана, Государственное учреждение, Мемориальный музей Академика Канши Матай Часатбаева, а также 10 научно-исследовательских институтов именно гуманитарного и естественного профиля Комитета науки Министерства образования. Также в здании находятся 4 музея. Это музей природы, музей археологии, музей редких книг и музей истории науки Казахстана. Также в 2014 году, согласно приказу министра образования, на базе Галамордаса совместно с научно-исследовательскими институтами и Казахским национальным институтом имени Аль-Фараби был создан Центр по подготовке кадров именно по программе магистратуры и PHD докторантуры. Сейчас Национальная Академия наук выпускает журналы, которые зарегистрированы в национальных библиотеках более 70 стран мира, в том числе в библиотеке Конгресса США, Французской Академии наук и Британской библиотеке. Академия наук Казахстана также готовит ежегодный национальный доклад о науке, который представляет главе государства. Это положение прописано в законе о науке, который был принят в 2011 году. В нем же говорится о том, что Академия наук принимает участие в формировании и реализации научной, научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных направлений науки, научно-технической экспертизе фундаментальных и прикладных исследований. Практика показала, что этот закон надо дополнять, изменить и так дальше. Вот сейчас как раз работает над этим проектом, в том числе и Бахчан Тушимагулов, как депутат Сената парламента, президент Национальной инженерной академии. Он эту работу ведет. Без науки нет развития, нет культуры, нет славы, нет авторитета в мировом сообществе. Надо иметь собственное научное направление. И все наши заводы, промышленные предприятия, они должны сопровождаться учеными. На Западе даже это имеет название – scientific support, научное сопровождение, то есть помощь. Без этого любое передовое предприятие через пять лет он станет отстающим, потому что наука идет очень быстро, прогресс идет вверх. Авторитет казахстанской науки в мире по-прежнему высок. Национальная академия наук является членом различных международных ассоциаций, в том числе крупнейшая из них – Альянса Ансо, объединяющего 54 национальных академий мира. Центрально-азиатский филиал этой организации находится в Алматы. Сейчас финансирование науки улучшается, оно уже увеличено вдвое. Последнее выступление Ельбасы, первого президента Альянса Назарбаева, нашего действующего президента нового Касымжамарта Кемеловича, они навевают нам такую надежду, скажем так, светлое будущее науки Казахстана, без науки жить нельзя. К 2025 году, по словам президента Казахстана Касымжамарта Тукаева, объем финансирования науки будет доведен до 1% от ВВП. И особый упор будет сделан, как заявил глава государства, на прямую поддержку научных организаций, которые ведут фундаментальные исследования, а также на улучшение материально-технической базы науки. Все это призвано обеспечить преемственность и дальнейшее развитие научной мысли, направлений и школ, созданных за 75 лет истории Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин